СМОЛЕНСК-ПЕТИГОРСК 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 А может, вы лучше прокапаетесь, Максим? Вы лицо свое видели? Миди-Фомин без ботокса АПЛОДИСМЕНСК-ПЕТИГОРСК Я что хотела сказать? Сейчас, извините, секунду Я что хотела? А, это из-за этого было? А я столько лет А, нет, ненадолго помогло. Ладно, короче, я пошла, мне тут ловить нечего. Вам, кстати, тоже, ребят. Удачи. Нет, блин, капец. Вы слышали, что она сказала? Ага, что я на Митю Фомина похожий. Ладно, женщина Роллтон, объявляйте давайте. На сцене сборная России, и мы начинаем. Чтобы понять, насколько москвичи охренели, нужно прийти с их проблемами на завод. Михалыч, здорово. Здорово. Ты же у нас начальник. Но стра был. Слушай, я хочу сегодня пораньше с работы уйти. Че, опять похмелье? Да не, а у меня это, знаешь, как эмоциональное выгорание. Че? Ну, понимаешь, сегодня стою, деталь точу фрезой, чувствую. Я не в ресурсе. Перезагрузиться бы мне надо. Че, башкой ударился, всякую ерунду несешь? Он Филиппу че позавчера руку по локоть отрезал, он через уже час стоял у станка работал. Ну так после этого случая меня же триггернуло. Чувствую пару дней в этом токсичном коллективе, и все, привет, панические атаки. Вот как знал, что не надо этот бесплатный вай-фай на заводе проводить. Чего? Да ты не первый, поварихи вообще обалдели. Зина у нас жертва абьюза. Никифоровна просит назвать ее, это, трансгендер. Из-за усов? Из-за члена. А можно я через проходную на моноколесе проезжать буду? Не мона, вали отсюда! Очень важно следить за своим здоровьем. Итак, диспансеризация на заводе. Здравствуйте, Остерников Антон Константинович, литейный цех по поводу диспансеризации. Присаживайтесь. Значит, пришли ваши анализы, да, и никакой это не грипп. У вас обезьянья оспа. У меня? Да, если вы знаете, эта болезнь сейчас сильно распространена в Европе. Да, я в курсе, да. Да, и как правило, как правило, и болеют люди с нетрадиционной... Я знаю, да, да, да. Но у меня-то она откуда? Кто знает, кто знает. Больничный брать будете? Ага. Чтоб все на работе узнали, что я две недели на работу не ходил, потому что я заднеприводный. Я вас понял. Может быть, вам будет интересно, но в городе есть еще один человек с таким же диагнозом. Может, вы его знаете? Нет, не знаю. Кто? Пономарев Виктор Алексеевич. Знаком вам такой? Нет, не знаком. Точно? Точно. Просто он говорит, что знает вас. Виктор так сказал? Да. Ну, ездили вместе в Таиланде, отдыхали. Так. Мы с семьей, с детьми. Один раз поехали на экскурсию в сафари-парк. Нам сказали, что обезьяны очень агрессивные, их лучше не провоцировать. Мы старались не шевелиться, когда стая подошла. Они сначала Виктора в кусты унесли. Потом меня. Вы серьезно? А похоже на правду. Ну, вы взрываетесь. А тем временем на заседании региональной добровольной организации по защите нравственности молодежи. Оказывается, нет такого закона, который позволил бы нам сжечь джиана. Еще одно разочарование в моей жизни, Екатерина Гуровна. Это кошмар. Здравствуйте, коллеги. Начальство. Начальство. Ну что, блестительницы нравственности? И последний оплот защиты молодых голов от летворного влияния Запада. Все собрались? Почти. А где Валентина Степановна? Валентина Степановна героически и полностью протестировала вражескую курилку на пять тысяч затяжек. И сейчас пишет отчет в реанимации. Ага. Прохлаждается. А мы, между тем, пропустили химеру империализма в нашу великую богом спасаемую страну. Да как мы могли что-то пропустить? Мы же всячески объясняем молодежи, что Вивиен вызывает рак. И даже предоставляем соответствующие картинки. Ситуация намного серьезней. Была атакована самая беззащитная часть народного населения. Дети. Да что случилось? Не томите. Я, как молодой отец, решил купить своей четырехлетней дочери в киоске Роспечать свежий выпуск «Комсомольской правды». Господи, я хочу быть вашей дочерью. Обсудили. Но на витрине она увидела это. Тянулась к нему руками. Плакала. Стучала кулаками по стеклу. Просила взять домой. У меня такая реакция в детстве была. Только в Мазале. Что это вообще такое? Антон Константинович, а может это и есть те самые спайсы? Елизавета Олеговна, вы если не разбираетесь, то молчите. Вы ж молчали до этого четыре номера и сейчас помолчите. Спайсы как минимум коричневые. Я знаю, это сатанистское отродье, это хаги-ваги называется. Хаги-ваги, я знаю. А откуда такие познания, Ольга Александровна? А я давно по этой банде работаю. И вообще предлагаю это, скари-бари, скари-жари, вот этот тили-лили, дили-тили в тюрьму посадить. А по мне так милая игрушка на чебурашку нашего похожа. Вы что, в глаза долбитесь, Елизавета Олеговна? Какая, как эта дрянь может быть похожа на чебурашку нашего? Дайте сюда. Они же еще эту дрянь и в постель тащат. Не бывать этому. Шиш вам, Запад. Шиш. Так, Екатерина Гурамовна, за позицию уважаю, но с вас теперь в любом случае 3500. Дорогие друзья, вы знаете, что... Оль, Оль, подожди, ты еще не все. Да-да-да, но будь добра, присядь, пожалуйста, на диван. Зачем? Ну, сядь, пожалуйста, сядь. Сюрпризы? Да-да. Я не люблю сюрпризы. Да, я знаю. Садись, села. Села. Оля, прости нас. Ты нет. Я тебе говорил, я тебя один день поймаю. Вот ты и попалась. Официант! Слышишь? Сейчас нормально будет. Официант, водочки, пожалуйста, 300. А, нет, 500. Бутылку виски, бутылку текилы и бутылку шампанское. Вот это все замешайте и в ведре принесите. А мне опирольчик. Ты себя в зеркало видел? Че? Опирольчик. С бараной на опирольчик. Сыр туда еще на шинку с зеленью мне, а. И телок туда, и бэху. Остановись, притормози. Слышь, я тебе что, лошадь брюкаешь мне? Да, я просто не знал, как там на вашем языке леопардиховым. А, как ты меня достала. Да. Ну, че достал, Оля? Ну, ты же меня вообще не знаешь, а? Я хочу, может, поближе познакомиться. Я хороший парень. Это кто? Это я. Чего? Охренительно. Ну, скажи, хороший, да? Хочешь пососемся? Ты? Братан, газуй. Э, газуй, братан, отсюда, быстро. И ты давай с ним газуй. Да я пошутил, да че ты такая? Успокойся, китенок. Что? Ну, ты поняла? Прикол поняла? Китенок. Ну, типа, как котенок, только кит. Все, я пошла, ты меня достал. Никуда ты не пойдешь. Что ты творишь? Ты че творишь? Ты че творишь, скотина, блин? Вот, все. Моя. Быстро снимай. Ты хочешь, чтобы это я еще все и снимал, а? Ну, ты чертовка. Ну, давай. Иди сюда. Иди сюда. Вот, посмотри сюда, посмотри. Хи-хи-ха-ха думаешь, да, все? Это смысл моей жизни. А ты приходишь и постоянно его портишь. Ты понимаешь или нет? Я сегодня вот на этой сцене отснимусь. А завтра поеду гастролировать. Целый месяц гастролей, ты понимаешь? Ты знаешь, когда я последний раз была дома? На этапе котлована. Понимаешь? Ну, все, все, понял. Извините, тетя Оля. Просто у нас, у мальчиков же в нашем возрасте только одни женские тела на уме. Поэтому. Какие же тебе 40 лет? Какие тела женские, а? Ну, мы, мальчики, медленнее, х**, развиваемся, чем вы. Поэтому так. Ребята, идите сюда. Ну, вот как, как заканчивать? Как заканчивать? Да никак, вот так поехали, да и все. Да закрой рот свой. Дорогие друзья, мы взрослые, да твою мать. Мы взрослая, состоявшаяся команда. Ты что, дурак, сэто? Так, а ну пошли матери твоей позвоним, пойдем. Пойдем. Друзья, это была сборная России, спасибо большое. Пой и смотри. Самоирония судьбы. 31 декабря в 21.30 на ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...